В редакцию телеканала ЗАП-ТВ пришел Саид Шарафуддинов. В 2013 году мужчина серьезно занялся автономной газификацией жилых и производственных объектов. Дело настолько увлекло, что Саид Салихович придумал и воплотил в жизнь сотовую сетевую газификацию. Со своим открытием бизнесмен Шарафуддинов связывает большие надежды. Если вы будете отапливать газом какое-то общественное заведение или, допустим, объект, приносящий тебе прибыль, то это выгодно. Потому что содержание трех-четырех истопников по 15 тысяч – это уже 45 тысяч заработной платы. Плюс стоимость топлива, плюс вывести шлак, плюс заплатить экологические какие-то там сборы. В итоге получается еще и экономия. Плюс свобода. То есть полная автоматизация и независимость от внешних факторов. Когда я понял, что это вкусно, я решил это переложить на потребителя. Ну и в первую очередь, естественно, виделся мне потребитель частный. Мужчина считает, что если бы природным газом отапливались Читинские частные дома и большие организации, то вред экологии снизился бы сразу как минимум на 40%. Складывается такое впечатление, что здесь просто никому ничего не надо. Я даже столкнулся с такой вещью интересной. Один из замов одного из министров, одного из министерств нашего края, когда удалось убедить министра в том, что это реально, и этим нужно заниматься, он назначил встречу, но по каким-то причинам сам не смог присутствовать, ехал в командировку и нас принял заместитель. Так этот заместитель, прежде чем начать совещание, с порога сразу заявил, а вы мне докажите сначала, что газ лучше гулять. Но нельзя сравнивать самолет с телегой, некорректно просто по меньшей мере. Если рассматривать газ шире, в том плане, что он дает свободу людям от своего котла, дает возможность унифицировать во всю систему энергоснабжения, дает возможность повысить энерговооруженность края. Ведь у нас проблема края в первую очередь заключается в том, что у нас очень низкая энерговооруженность. Отсюда следует низкая инвестиционная привлекательность. Ну, берем простой пример. Я, допустим, планирую шить рубашки в Иркутске. Рубль ткань, рубль зарплата, рубль электроэнергия. Себестоимость 3 рубля. Ну, грубо. Вы пытаетесь то же самое сделать в Чите. Рубль ткань, рубль зарплата и 6,50 электроэнергия. Какая конкурентоспособность? Большие ожидания Саид Шарафуддинов возлагает на временно исполняющего обязанности губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Он уверен, взаимодействие власти, бизнесменов и первооткрывателей принесет региону надежное будущее. Дарья Юринская, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ.